привет всем как всегда гуляем смотрите ну здесь все посрубали красиво стало видно вот этот дом вот этот какая-то девушка купила на его ремонтирует смотрите какой длинный видите ну туда на машине не подъедешь либо по вот этим лестницам короче одни лестницы да и и и отделывать там нужно столько денег все посрубали смотреть вообще все ну здесь такие заросли были правда что не пройдешь не проедешь тяги тут бегают не никого нет пахнут рублю море спокойно и спокойно и вот тебе уважать спокойно и спокойно видите ну наверное ледяное после шторма всегда море леденющее блин я еще не планы раз на пляже не было я вообще с ума сойти обычно в мае уже начинаю на пляж ездить об этом ночью на эту неделю переедем тогда уже буду как-то на два дома все-таки жить не очень это удобно и опять час всю обувь свою уже зимнюю летнюю быстро там перевести а вот зимнюю уже на у меня последняя партия лежит не обуви очень много поэтому ее уже три раза привожу чемодан большим складывая осталось немножко так что вот такие вот у нас дела буду работать сейчас сестра сообщение прислала что придет на покраску потом у меня в 11 еще одна записана постоянная клиентка тоже на покраску еще кто-нибудь пускает пускай идут работа нужна все видите все закрыто даже фонтан фонд 10 все включается открывается так сейчас чарли будет с ним ругаться смотри правильно HUA Сыночек сестри. Коко. Коко. Коко и Чарли. И Коко. Видите, они играются. Коко. И Чарли. Чарли, игра. Легут там маме с западом. Омбри. Кайя те, омбри. Танто ладра. Коко. Ну, больше моя нога дает. Я думаю, что... Два месяца сегодня. Два месяца. Кайя те, омбри. Коко, куда она, Коко? Такая не играется. Маленькие теки холосинки. Ой, ой! Фу, си! Значит, делаю отчет, что мы сделали. Мы сделали телик! Потом мы сделали наверху, чтобы вешать белье, но я подниматься туда не буду, потому что свет глаза не могу. Купили вот такую штуку, потому что там же канализация. Вот это вырезается, вот эта штука вставляется и вот ящик, как говорится, будет. Конечно, без вот этой части, но зато он будет. А сейчас я хочу вот эти все отодрать и начать уже мыть стены и потолок немножко тоже там вот притереть, заляпали. Так что вот так. Вот такие дела. А кастрюлю свою попробовала. У меня единственная кастрюля, вот такая маленькая. Ну, годится. Вот так. Так что плиту попробовала. За 2 секунды нагревается, все так классно вообще. Прям 2 секунды, правда, и чай можно пить. Кстати, чай можно пить. А я все думала ночью, если под холодильник розетка есть. Так что, что будем работать. Мыть. И все дела делать. Тут разговаривают соседи. Уже домой пришла. На двери висела вот такая штука. Видимо. Пускай оставила. Я не знаю, то ли он работает, то ли не работает. Сейчас надо проверить. Потому что много он такие штуки отдает, чтобы муж типа отремонтировал. У меня такой был. Я подарила. Потому что у меня раньше, когда волос длинный был, я им очень часто пользовалась. Мне нравилось. Не очень подходило. А потом отстригла и думаю, нафиг она. В парикмахерской я не пользуюсь. Поэтому подарила. Сейчас пойду в магазин. Потому что, ну что вы думаете. Я так соль-то и не купила. Ни соль, ни уксус, ничего. Пойду за солью, за уксусом. Отвезу туда на работу. Ой, на работу в другую квартиру. И, наверное, сниму вот эти шторы. И надо другие повесить. У меня и лестница стоит, и тележка стоит. Все стоит. Кстати, я фикус отвезла. Который у меня второй был. Фикус туда отвезла. Может быть, тоже начнет расти. Фиг его знает. Ой, ноги болят. По этим лестницам лазить. Ну, я кухню мыла. По лестнице лазила наверх, вниз. И ноги болят. С непривычки. Вот, ладно, пойду. Пока не переоделась. И пока есть желание, как говорится. Так, ладно. Там всего три вещи. Ну, это соль. И уксус. И все, больше ничего не надо покупать. Хотя там, знаете, как обычно. Пойдешь за одним, а откупишь его на село. Кроме того, что надо. Я даже не посмотрела. Может, у меня морд чумазает. Ой, что-то я так устала. Прям не могу. Ноги не ходят. Надо сейчас лечки выхлезать. Есть что-нибудь там. Что-то такое немножко шло. Уже вернулась. Ну, купила соль, уксус. Да и все. И хлеб, правда. Прям горяченький. Думал, у меня вот эти коробки там пустые стоят. А они, оказывается, вот эти с моими сумками зимними. А там с моими шарфиками. Надо вот сейчас заделывать вот тут вот скотчем. И сделаю такие ручки. Вот, знаете. Чтобы вот, ну, было легко было брать. А так, то как мне их неудобно нести. Ты моя лапа пришла такая, да? Спал ты, что ли, там? Ты спал там, моя сладкая рыбка. Ты какая моя сладкая рыбка. Ты чучу хочешь? Давай тебе, да, сердечко. Да, тебе сердечко. Вот тут сердечко, видите, есть. На тебе сердечко. Опа, на кровати. Барень на кровати жрет. В общем, сделаю ручку. У меня там чай заваривается. Рэйбуш. И в душ пойду. И потом буду валяться. Вот так валяться. Так просто ничего не делать. Руки болят, ноги болят, все болят. Старость не радость. Кстати, я тут хожу и думаю. Я, по-моему, вам не объяснила, почему я так хожу за маслом, уксусом и солью. Спешу купить квартиру. Дело в том, что сестры, мы уже сказали, что прежде чем готовить на новой квартире, на новой кухне, обязательно в квартире должно быть соль, уксус и масло. Вот поэтому только я и быстро-быстро хочу отпереть, как бы сказать, масло, соль и уксус. Уксус здесь очень часто пользуемся, мы добавляем в салаты. То есть салат свежий и вот заправка масло оливковое, соль и уксус. И очень вкусно. Можно лимоном, кто как любит. То есть кислота, она и в Африке кислота. Очень вкусная такая заправка. И вот я все хожу уже третий или пятый день, не могу купить вот эти три ингредиента. Вот завтра я их поставлю и все. И душа моя, как говорится, успокоится. Кастрюля у меня уже одна есть, хоть она и малепусенькая, но все же. Но у меня робот есть. Надо заказать в интернете, там есть очень, я уже там присматривала себе кастрюли. Набор кастрюль и одна сковородка, что-то около 50 евро. Хорошая такая с крышками, со всеми делами. Вот надо, ой, тут знаете, то понос, то золотуха, как говорится. Только хотела деньги отложить. Тут налог на эту квартиру пришел. Тоже же мы же его платим. Ой, и вот налог на квартиру надо заплатить. Тоже не 50 евро, скажем так. Тоником протираю лицо. Удалила себе усики. У тарака на усики. Вот так вот, каждые полгода. И потом еще одна такая же придет в счет. То свет, то вода. Одни расходы, короче. Как говорится, только захочу накопить. То трусы порвались, то сахар закончился. Но у меня похлеще сахара. Ой, ну за все надо в жизни платить. Даром ничего никому не достается. Ну ничего, богатые тоже плачут. Мы не богатые, мы обычные. Но жить надо радостно. Так что вот. Я что-то ходила, ходила в души сейчас. Ну, принимала. Думаю, блин, а что же люди подумают, скажут, вот дура какая. Ходит за каким-то уксусом третий день. Мне непонятно, зачем он ей так нужен-то. Вот за этим он мне и нужен. Примета, оказывается, плохая. Я в приметы не верю. Знаете? Я не то, что вот как черный кот перейдет дорогу, там не знаю что. Ну не верю я так в приметы. Но знаете в чем смысл? Не трудно купить мне это, как говорится, соль и уксус и отнести. А вдруг? То есть как бы не верю, да? С другой стороны, как бы, ну, как это бы это сказать-то? А вдруг? В общем, все же в нашей жизни, как говорится, бывает. С одной стороны не верю, с другой стороны верю. Нетрудно, в общем, купить уксус и отнести его. Моя рыба спит. Так, на моей. Опять батарея садилась. Да что ж такое-то? Мне мои сорочки спит. Такой холосый, маленький мальчик. Такой подглядывает за мной. Да? Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Ладно, буду батарейку заряжать буду. Достала мясо разморозить. Я шампиньоны купила и забыла про то, что я мясо хотела делать. А еще в Китае купила в Алиэкспрессе. У нас в Испании нет морской капусты. Так вот, я купила. Не знаю, как она будет выглядеть. Я вообще не представляю, что с ней делать. Сухая морская капуста. Представляете? Варить ее. Что с ней делать? Вы что-нибудь с ней делали? Кто-нибудь знает, как с ней вообще? Что с ней делать? Даже не знаю. Может, отварите ее потом всякие приправы, как на китайскую морковку. Я, наверное, сейчас попробую ее отварить. Прям немножечко-немножечко. И посмотрю, что получится. Если кто-то пользовался такой, то подскажите, что мне с ней делать. Вот. Так что буду экспериментировать. Экспериментировать. И сейчас пойду монтировать. И все. Больше ничего не буду делать. Так что всем пока и до завтра. Встретимся с вами завтра на том же месте в тот же час. Пока-пока.